Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Перед вами модель под названием Lenovo K3 Стильный, довольно тоненький, недорогой смартфон Поставляется он в желтом и в белом цвете На данный момент они у нас только в желтом цвете Вот в такой вот коробке Давайте посмотрим, что в комплектации Версия TD-LTE 16-ти гиговая В комплекте поставляется у него зарядка Переходничок и USB кабель Карнитуры в этом смартфоне нет Также к этому телефону можно дополнительно приобрести Пленку и бампер Бампер оригинальный со всеми выходами под разъемы И так далее Lenovo K3 это бюджетный смартфон Цена его в Украине составляет приблизительно 125 долларов В нашем магазине Модель довольно-таки интересная, недорогая Относительно Спереди у нас 5-дюймовый дисплей Дисплей здесь с покрытием закаленного стекла Здесь три сенсорных кнопки, они не светятся Есть фронтальная камера на 2 мегапикселя Логотип Lenovo Динамик Татчик приближения и татчик освещения С этой грани нет ничего Сверху разъем под наушники и microUSB разъем Здесь у нас качелька громкости вверх-вниз Кнопка включения-выключения Снизу микрофон один Сзади на крышке есть логотип Lenovo Есть 8-мегапиксельная камера Вспышка и микрофон номер два Есть две решеточки под динамики Здесь действительно два рабочих динамика Корпус смартфона выполнен из пластика В принципе, все довольно-таки хорошо собрано Люфтов никаких нет Смартфон не хрустит В принципе, довольно-таки монолитный Он тонкий, очень аккуратный Давайте посмотрим, что под крышкой у нас Крышка открывается просто Под крышкой у нас аккумулятор на 2-300 мА Есть слот под карту памяти Есть два слота под символа динамика По динамикам эта модель как музыкальная версия идет У нее классный звук и в наушниках И хороший звук внешний Данная модель в моих руках Это не обычный смартфон Я имею в виду то, что он не на МТК-процессоре А на процессоре Snapdragon 410 Графический ускоритель от Qualcomm Набирает эта модель 20 000 в Antutu Это, в принципе, средний показатель Ничего особенного здесь нет Итак, Lenovo K3 4.4 Android Qualcomm 410 Snapdragon Adreno 306 Разрешение дисплея 720 на 1280 8-мегапиксельная камера основная 1 гигабайт оперативки Здесь 16 встроенных на борту И хочу сказать, что с картами памяти Этот смартфон работает отлично То есть, даже несмотря на то, что 16 есть своих Можно вставить и на 16 на 32 карту памяти И всю работу перестроить через нее Qualcomm Snapdragon 410 Это 64-битный процессор Обновленная версия Snapdragon 400 И частота его 1200 МГц Фронтальная камера у нас на 2 мегапикселя Давайте посмотрим количество точек касания Но я уже делал, в принципе, скриншоты Особо долго лазить не нужно Здесь 5-точечный мультитач Датчиком, который есть в этом смартфоне Посмотрим их через Z-Device Test Здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас Датча приближения, дочка освещения Вспышка, полноценный работающий гироскоп Плюс акселерометр, конечно же Прошивка идет с заводом Мы ничего не трогали, не меняли В принципе, есть полноценный русский язык Все, что нам нужно, все на русском Версия прошивки вот такая Номер сборки В принципе, никаких багов я не заметил С играми справляется прошивка тоже достойно Вылетов, каких-то зависаний я не заметил Сеть работает отлично Нареканий, в принципе, у меня по прошивке нет Экран здесь 5-дюймовый HD разрешение Здесь IPS OGS По заявленным данным от производителя Матрица довольно-таки неплохая Углы обзора могу вам продемонстрировать Чтобы вы действительно понимали Что качество матрицы очень хорошее И вплоть до того, что Под углами практически картинка не меняется Ну вот, немножко, конечно, есть изменения Но оно очень незначительно По углам обзора Смартфон и экран его очень даже хорош Звук в этом смартфоне передается через два динамика Он очень громкий Он довольно-таки чистый Разговорный динамик, микрофон вообще без каких-либо проблем Там очень все громко, очень все четко и чисто В наушниках мне тоже понравился звук Басы, все чистенько, тоже все хорошо Особо, ну, как бы, передавать это все через камеру я не могу Это нужно просто поверить мне на слово Либо покупать этот смартфон И пробовать это все самостоятельно В плане производительности Хочу сказать вот следующую вещь Когда я тестирую смартфоны на процессоре MTK Я не могу их сравнивать со смартфонами на процессоре Snapdragon С графическими ускорителями Adreno Почему? Потому что если Snapdragon дорогой и хороший То тогда да Там он разрывает и красивая графика И все идет без проблем Если Snapdragon вот такой Из бюджетной серии То он слабее, чем MTK Но картинка меня больше радует То есть графика игры почему-то лучше Ну, потому что разные графические ускорители Но с другой стороны, если так посудить Не во все игры вы на этом смартфоне сможете поиграть с максимальными настройками Тогда для чего такая графика, если на ней нельзя играть Ну, в общем, это такая двоякая ситуация Я вам просто продемонстрирую, как запускаются игры Некоторые игры, да Можно играть без проблем Некоторые игры немножко подлагивают Когда идет нагрузка там по графике В общем, эта модель не для игр Не для того, чтобы вот играть там Рвать все игры и играть без проблем Но простенькие и не на максимальной графике Вы, в принципе, сможете поиграть нормально Вот на этом смартфоне Аккумулятор здесь 2300 мАч Я тестировал, как всегда Давайте посмотрим его результаты Во-первых, в Antutu тестере он набрал 5611 баллов И во время игры в Epic Citadel он набрал Смотрите, со 100% до 13 3 часа 18 минут То есть это довольно-таки неплохой показатель И по диаграмме разрядов можно сделать вывод Что смартфон разряжается довольно-таки равномерно Что очень хорошо С GPS-ом тут никаких проблем быть не может Поддерживает смартфон Глонос спутники Здесь Snapdragon Qualcomm процессор Поэтому с GPS-ом у них Ну, лично я не встречал никогда проблем Здесь тоже все отлично Камера здесь у нас на 8 мегапикселей основная На 2 мегапикселя фронтальная Выбирать фото-видео мы можем просто путем переключения режимов Фото- и видео-мод режим В настройках у нас есть 8 мегапикселей Видеозапись у нас идет в формате 720p в Full HD Эта модель не пишет Что могу сказать по качеству фото В принципе, качество фото довольно-таки неплохое Хороший автофокус, хорошие зумы камеры Видеозапись тоже вроде бы неплохо записывает Я еще подсниму Я уже некоторые моменты снял Но, как бы, для вас еще сниму другое видео И покажу вам, как всегда, в описании Можно будет по ссылкам это все посмотреть По камере я могу сказать, что 8 мегапикселей Скорее всего, смартфон свои отрабатывает Возможно, хотелось бы немножко лучше Но, в принципе, очень даже достойно В кромежной темноте со вспышкой Четкость картинки тоже все хорошо Поэтому по камере, наверное, плюс буду ставить Lenovo K3 Двухсимный, недорогой смартфон Ценой в 125-130 долларов в Украине Процессор Snapdragon 410 Что из минусов я могу сказать? Могу сказать, что здесь 1 гекоперативки Вот, в принципе, и все Во всем остальном смартфон за свои деньги, я считаю, отыгрывает на 100% Хотелось бы, конечно, наверное Чтобы был и черный вариант Не только желтый, белый Все-таки это более женские варианты Ну и чтобы и черный был, более мужской Потому что сам по себе смартфон довольно-таки строгий Нет у него тут каких-то таких особых женских моментов Плюсы Два динамика Цена 16 гигов встроенной памяти на борту И прошивка, которая работает с картой памяти сразу так, как это нужно То есть можно скачивать программы, игры, приложения с Play Market В принципе, меня порадовала камера Камера достойная камера Фото, видео посмотрите Соглашаться, не соглашаться, это уже ваше дело По играм Snapdragon 410 В принципе, неплохой бюджетный процессор По мощности, насколько я понимаю, он немножко слабее, чем MTK 6582 Но вот по качеству графики По красоте картинки Мне больше нравится Snapdragon 410 однозначно Другой вопрос уже Возможно ли будет на этой графике нормально, удобно играть Это уже такое дело Вот в принципе все Подписываемся на наш канал Antilife.com.ua Заходим в нашу группу Подписываемся на группу тоже Следим за обновлениями Следим за новыми смартфонами За новыми обзорами Если будут какие-то вопросы по поводу этой модели Задавайте в комментариях На этом все Спасибо Всего доброго